Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители в эфире программы Якузк сегодня в студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Екатерина Голикова и Николай Слепцов на календаре 17 февраля четверг и сегодняшний наш выпуск мы посвящаем правильному питанию а в частности питанию во время ковид-19 и постковидный период так что если у вас есть вопросы по этой теме смело звоните нам в студию и задавайте их мы работаем в прямом эфире наш телефон прежний 32 00 66 32 1166 и конечно у нас работает ватсап номер 8 411 232 00 66 ковид-19 переболели и выздоровели уже миллионы людей во всем мире они одни боролись с вирусом долго и тяжело другим победа далась проще но болезнь в любом случае истощает резервы организма как успешно восстановиться после ковид-19 чем здесь может помочь питание на этот вопрос и другие сегодня нам ответит анастасия савина нутрициолог диетолог республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики добрый день анастасия дмитриевна добрый день итак давайте представим что у человека острая вирусная инфекция в том числе и коронавирусная и вот чем нужно питаться что кушать и есть ли разница в питании между вот орви и к вид действительно коронавирусная инфекция относится к острым вирусным инфекциям и здесь принципов и принципы питания они не отличаются как любая острая инфекция она протекает с повышением температуры тела это нужно это защитный механизм это нужно для того чтобы выработались антитела иммуноглобулина которые будут бороться с вирусами а мы знаем что и антитела иммуноглобулина они имеют белковые структуры и чем выше температура тем больше этих иммуноглобулинов образуется который нападает на вирусы тем больше расходуется белка в нашем организме и естественно когда человек болеет день-два-три как правило он температуре при вирусных инфекциях то это ведет к истощению запасов белка в нашем организме в первую очередь поэтому если еще при этом нет аппетита и человек не кушает конечно он будет гораздо себе хуже чувствовать потому как истощаются запасы белков как я сказала и истощение запасов белков приводит к тому что снижается и ферментативная активность нашего организма потому что фермент они тоже имеют белковые структуры и в этот момент человек может даже привычную еду может не переваривать как получается это специальные структуры и они имеют неизвестную штуку к вирусную эш AFL-6 К-1750 км граффити в вирусы которые вирус есть и у них похожи к меморбулу и есть tener фермента где выходит к меморбулу и нет так называемой эш- x8 и разумение не поем билет поерем это именно с этого эш-хермента и у нее мы все строим вируси америка на «смете» и у нас есть сбивание и у нас именно они будут подозраться к меморбулу и мы не берем билет по такую правило обował что он будет лучше все наиболhere на базу вытронимы она билет мы еще не нападает Добрый день, дорогие друзья! Программа Якутска сегодня продолжает свою работу. И мы продолжаем говорить о питании во время островирусной инфекции, в том числе и коронавирусной. У нас в студии нутрициолог-диетолог Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Савина. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон работает. Звоните нам и задавайте вопросы. 32 0066, 32 1166. И также можно задавать вопросы по WhatsApp-номеру. Напомню, вот цифры 8 411 232 0066. Анастасия Дмитриевна, я вот когда готовилась к сегодняшнему нашему разговору, прочитала, да, что когда вот у человека острая стадия заболевания, будь то коронавирусная инфекция, будь то ОРВИ, ни в коем случае не следует налегать на сладкое. Будь то булочки, какие-то шоколадки. Но ведь хочется порой. Вот почему нельзя? Да, сахар, конечно, не зря называют его такой белой, да, белой или сладкой смертью. Потому что сахар сам по себе, он негативно влияет и на сосудистую проницаемость. И что очень актуально при коронавирусной инфекции. Там же идет тромбообразование. Что делает сахар? Когда слишком много кушаем сахара с добы, рафинированных продуктов, с добавленным сахаром, ну, практически наша кровь превращается в такой сахарный сироп. Ну, грубо говоря, да. И эритроциты, которые живут три месяца в нашей крови, они осахариваются. Они теряют свою такую эластичность. Эластичность, они становятся такими, то есть теряют способность конфигурации и начинают забивать мелкие капилляры. Они забивают капилляры, питание клетки нарушается, и вот здесь начинается вот такое воспаление, да, воспаление, которое может вызывать и иммунное, такое иммунное аллергическое воспаление. И также сахар очень любят наши патогены. Это и бактерии патогенные, это и вирусы, это и грибки, это различные микроорганизмы, которые живут в нашем кишечнике. Когда слишком много сахара, идут бродильные процессы в нашем организме, особенно в период болезни, когда ферментативная система и так страдает пищеварительных соков, то они начинают подпитываться этим сахаром и начинают расти. Расти и тем самым приводят к такому дисбиозу в кишечнике, нарушение такого дисбаланса микроорганизмов в кишечнике. А это мы видим уже такими последствиями, как поносы, допустим, неустойчивые стулы, запоры. А что делать, если хочется сладкое? Чем заменить можно? Ну, заменить, если хочется сладкого, это говорит о том, что в данный момент наш организм испытывает гипоксию. Конечно же, да, мы болеем, мы лежим дома, движения нету, нехватка кислорода, особенно если у нас идет поражение верхних дыхательных путей, то недостаток кислорода, он уведет к тому, что у человека появляется вот такая непреодолимая тяга к сладостям. Здесь помогут нам овощи, они ведь тоже сладкие, они имеют природный сахар, это куда полезнее, чем вот такой белый сахар. Сухофрукты, овощи, наши ягоды, у нас огромное изобилие ягод. А фрукты можно фруктами заменить? Фруктами можно, конечно, фрукты обязательно кушаем, все зависит, опять же, от вашего состояния. Если все-таки страдает кишечник, желудок, то, возможно, в остром периоде подойдут фруктовые пюре, можно прямо детское питание баночное покупать или запеченные фрукты и запеченные овощи. А я еще слышала, что есть такое мнение, что в рацион во время заболевания, опять же, в острый период, следует добавлять пряные и острые продукты. Это так? И для чего это нужно? Да, рекомендую это, потому что все тот же, допустим, вот имбирь, да, его очень любят, все знают, что во время простудного заболевания надо пить, потому что он содержит активное вещество, которое обладает тоже иммуномодулирующим эффектом. его, значит, кладут в чай, в чай. Также это может быть куркума, это может быть перец, как черный, так красный. Особенно рекомендуется у кого есть такие нарушения вкуса и обоняния, да. Эти специи природные, они улучшают кровообращение. За счет улучшения кровообращения питание тканей клеток улучшается. Поэтому рекомендуем. А вот на что следует обратить внимание в рационе тем, кто уже переболел? Да, к сожалению, сейчас мы констатируем, и везде об этом говорится, что очень большой процент людей испытывает так называемый постковидный синдром, который тянется примерно до трех месяцев в основной массе. Бывают случаи и после трех месяцев, когда человек чувствует слабость. Называется астенический синдром, когда у него и трудоспособность снижается, и проблемы с памятью, концентрацией внимания, проблемы со сном возникают, и дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта может продолжаться. Да, это, конечно, снижает качество жизни человека. И, конечно, здесь большую роль играет питание. Ну, в ускорении такого восстановительного периода. Опять же, не забываем про питьевой режим. Надо также продолжать пить много воды. Также, значит, кушать белковые продукты, потому что во время острого периода мы потеряли большое количество белков. Люди истощаются, теряют мышечную массу. Это всё потому, что идёт потеря белков в нашем организме. Поэтому белковый продукт обязательно должен быть в рационе. Но опять же, начинаем с легко усвояемых белков. Это каши, это яйцо, это, может быть, рыба. Ну, получается, что всё то, что мы кушали во время болезни, этот же рацион как бы продолжается. Да, и здесь играет роль технологии приготовления пищи. Всё должно быть на пару, в запечённом виде. То есть не допускаем жарку, не допускается жаркое обжаривание. И, конечно же, много овощей и фруктов, и зелени, потому что это витамины, это минералы. Это клетчатка, так необходимая для восстановления микрофлоры кишечника. Молоко и молочные продукты. Их надо вводить уже чуть позже, чуть позже, по переносимости. И надо начинать сначала с кисломолочных продуктов питания. Это йогурт, кефир, просто квашу. А вот играет ли, влияет ли количество, порт, не количество, а приёмов пищи на выздоровление? Да, конечно, конечно. И в острый период рекомендуем, особенно когда нет аппетита и тошнит, питаться дробно, да, дробно, маленькими порциями, как бы одним объёмом пищи. То есть здесь как бы уже не будет основных приёмов пищи или перекусов. И каждые примерно 2-3 часа дробное питание. И получается в день 5-6 раз. Да, 5-6 раз по состоянию здоровья. Когда уже пойдёт на поправку ваш организм, когда ферментативная система начнёт активно работать, конечно, можно и повышать порции, да. Тогда можно потихоньку уже убирать один приём пищи и вернуться к 3-4 разовому питанию. Какие напитки следует употреблять в восстановительный период? Вы говорили чаи. Да, ну, в первую очередь это вода, да. Всё-таки не забываем, что мы живём на севере, что мы очень много воды выделяем, даже просто когда дышим. Вот, и поэтому вода обязательно из расчёта 30-40 мл на килограмм веса. Это отвар шиповника, это тот же облепиховый чай, да любой ягодный чай. Причём заваривать рекомендуем не кипятком, прямо аж парили, да, а такой, ну, горячеватой водой и температуру 70 градусов. Наливаем вот такой горячей водой, закрываем, даём настояться там 5-7 минут, и, в принципе, чай ягодный готов. Туда же можно и имбирь добавить, можно лимон добавлять, можно добавлять любые цитрусовые фрукты, кусочки. Так, а также фито-чаи, да, это может быть ромашка, это может быть липа. Ну, кому что нравится, тот же иван-чай. Который мы увлекаемся сейчас практически, многие заготавливают, тоже это кладезь таких полезных питательных веществ. Поэтому пьём обязательно. А каких витаминов и минералов чаще всего не хватает человеку после болезни? И как быстро можно восполнить этот дефицит? Ну, витаминов, ковид пожирает, конечно, в первую очередь железо. Да, железо. И с этим тоже может быть связана вот эта утомляемость, астенизация, выпадение волос, проблемы с кожей. Поэтому продукты, богатые железом, это мясо, это субпродукты, это печень, это зерновые культуры, особенно железа много, в гречке. Также есть дефицит селена, цинка, но опять же, селен, цинк, йод, они есть и в бобовых, и в зерновых культурах, и в яичном желке. Вот эти... Нет продукта, который бы содержал один какой-то элемент. То есть, возвращаясь к каши, разнообразие рациона должно быть. А я еще вот слышала, что после болезни многие советуют человеку, перенесшему ковид или ОРВИ, кушать красную икру. Так ли это? И для чего это нужно? Да, хороший совет. Если есть возможность, можно кушать красную икру, потому что красная икра, так же, как и рыба жирная, и не обязательно жирная, но морская рыба, они содержат омега-3. Это жирная кислота, необходимая нам для работы нашей дыхательной системы. Омега-3 именно идет на образование сурфактанта, такого биологически активного такого субстрата, который не позволяет альвеолам слипаться, и с помощью которого происходит газообмен. Мы можем принимать кислород из воздуха и можем отдавать углекислый газ и выделять углекислый газ из нашего организма. Поэтому это не только икра красная, это и сливочное масло, это и сало, может быть, да, это любое нерафинированное масло, которое надо класть обязательно в салат и заправлять. Но лучше всего, больше всего леном масли, семена льна. Он содержит большое количество омега-3. И поэтому 2-3 раза в неделю обязательно рекомендуем кушать рыбу. Ну и вот это то, что перечислили. Так, друзья, сейчас мы вновь уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Мы вернемся в студию и вновь продолжим говорить о питании во время ковид и постковидный период. Мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию и задавайте свои вопросы. Телефон в студии прежний 32-006-32-11-66. А мы продолжаем говорить о правильном питании во время ковид-19 и в постковидный период. Телефон в студии у нас прежний 32-006-6-32-11-66. Также у нас работает WhatsApp номер 8-411-232-00-66. Мы работаем в прямом эфире. Анастасия Дмитриевна, в основе правильного рациона лежат достаточно простые правила. Давайте напомним нашим телезрителям и слушателям, что за правила такие. Да, действительно, всего три основных принципа здорового питания. Первый принцип – это сбалансированный рацион. То есть рацион, который должен включать ежедневно пять групп продуктов питания. Первая группа – это животные белки, это мясо, это белое мясо, красное мясо, это рыба, морепродукты, яйцо. Вторая группа – это тоже животный, молочный белок, это молоко и молочно-кислые продукты питания. Сюда же входит творог, сыр, йогурт и простокваши. Третья группа – это зелень, овощи, ягоды и фрукты. Четвертая группа – это зерновые. Это все наши крупы и бобовые культуры. Горох, фасоль, чечевица и так далее. И пятая группа – это орехи и семена. То есть вот это сбалансированный рацион. Второй принцип – это умеренность питания. Мы должны понимать свою порцию. И здесь работают правила здоровой тарелки и правила ладони. Давайте мы об этом напомним чуть попозже. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Здравствуйте, говорите. У меня вопрос такой. Вот сейчас только говорили про шиповник. Говорят, что он густеет кровь. Это правда или неправда, хотелось спросить. Спасибо вам за звонок. Ну, я такую информацию не могу сказать, потому что шиповник все-таки, он самый богатый, наверное, источник витамина С. Ну, шиповник, как говорится, все-таки это обладает такими лекарственными свойствами, и, возможно, его круглый год и не стоит пить. Да, пить надо курсами. Курсами заваривать, и вот во время таких недомоганий принимать шиповник. Лучше всего с утра. Что лучше всего разжижает кровь, это продукты, которые содержат омега-3. Мы об этом чуть ранее говорили. Это нерафинированное льняное масло, это семена льна. Они очень хорошо разжижают кровь. Так, у нас еще один телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. У меня вопрос такой. Добрый день. Клады шиповника, когда вот варенье кушаем на чай, говорят, что он загустеет кровь. Хотела спросить, это правда или неправда? Так, то только что был этот звонок. Мы уже ответили на него. Да, мы ответили на него. То есть варенье, оно не густит кровь, получается? Нет, нет. Единственное, что если это варенье, то там сахара много, да? А где сахар, там все-таки сахар негативно влияет на проницаемые сосудистые стенки. Вот здесь, да, вот здесь подвох. То есть получается, шиповник лучше в пищу употреблять в сушеном виде, да? Собирать его по осени. Нет, отвар делаем без сахара, да. Просто заливаем горячей водой, не кипятком, настаиваем и пьем. И возвращаясь к теме здоровой тарелки, на которой вы остановились. Да, умеренность питания – это тема здоровой тарелки. Ну, обычно, условно, делим тарелку на половину. И вот половина тарелки, тарелка примерно диаметром 22-24 см, в зависимости от габаритов, скажем так, до мужчины, ребёнок или женщины. И половина тарелки, она должна быть наполнена зеленью, овощами. То есть это должен быть салат, половина тарелки. Другую оставшуюся половину делим тоже пополам. И получается, одна четвёртая – это продукты, содержащие белок, это мясо, это рыба, морепродукты, яйцо. И вторая половина, одна четвёртая – это гарнир. Сюда могут входить как раз зерновые крупы, гречка, перловка, кино, булгур, макароны из твёрдых сортов пшеницы. Это могут быть такие гарниры овощные, из крахмалистых, допустим, картофель отварной, или гречка, рис. Вот, это правило здоровой тарелки. Если при любой ситуации набирать себе тарелку, помня про правила ладони, да, то, в принципе, это будет ваша порция. А правило ладони – это в чём заключается? Правило ладони, ну, здесь главный ориентир для мяса, да. Мясо, кусок мяса должен составлять, должен быть размером с ладонь без пальцев. И если мы говорим о котлете, то как раз ширина ладони и должна быть ширина котлеты, да, или вот порции, да, не вот такая горка, а именно вот шириной нашу ладонь. Если мы говорим о белой рыбе, белая рыба может быть ладонь с пальцами. Если красная рыба жирная, тоже ладонь без пальцев. Если мы говорим о сале, это вот два кусочка сала, это как бы два больших пальца наших, сыр тоже, два наших больших пальца. Смотрите, сколько нам мало нужно для здоровья. Не полкилограмма сала, да, а всего стольчика. Так, Анастасия Дмитриевна, ранее вы говорили, что у нас в Якутске, в Якутии существуют образовательные программы, которые приучают людей к правильному питанию. Вот расскажите об этом. Да, вот буквально скоро будет год, как при Республиканском центре общественного здоровья медицинской профилактики заработала школа здорового питания. Школа проходит в онлайн-формате. В канале Республиканского центра общественного здоровья эти четыре видеоурока по базовым понятиям здорового питания, по основным принципам здорового питания, они размещены. И все, кто прошел эту школу здоровья, по желанию, могут записаться на курс по формированию здоровых пищевых привычек. Этот курс проходит в течение одного месяца, тоже в онлайн-формате. Формируется такая WhatsApp-группа. Руковожу этой группой я, и под моим чутким руководством мы ведем работу по формированию здоровых пищевых привычек. Выдаётся меню на месяц, выдаются рецепты приготовления. И каждый божий день под моим контролем все учимся формировать эти привычки. И как приятный бонус, к концу курса люди получают избавление от лишних килограммов и объемов. Действительно приятный бонус. А месяца-то хватает для формирования привычки? Месяца хватает для того, чтобы человек начинал понимать, почему так надо. И приходит понимание, почему именно надо фрукту, допустим, в первой половине дня. Почему не полкилограмма сала надо, а всего такой кусочек сала. То есть, если не хватает, особенно если приходят люди с проблемой ожирения, то они остаются и на второй месяц, и на третий месяц. И мы их сопровождаем, как правило, до получения такого стабильного результата. У нас в студии есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Так, телефонный звонок у нас сорвался. Между тем, поступили в WhatsApp вопросы, они общие, не связанные с ковид и постковидный период. Можно ли устраивать разгрузочные дни, то есть не кушать весь день? Ну, разгрузочный день, это и есть разгрузочный день. Это не голодный день, да. И кушать не весь день, это получается, это голод, голодание. Разгрузочные дни, они, да, мы, доктора, в принципе, по показаниям можем назначать. И в этот день просто калорийность питания снижается в два раза. Снижается. И, как правило, это бывает в виде монодиеты, да. Какой-то один определенный продукт кушается. Или яблочный день разгрузки, или на кефире, или там на каких-то там крупах, может быть. Но опять же, это определяет врач при определенных состояниях. Здоровому человеку, ну, устраивать разгрузочные дни смысла нет. То есть, сам себе назначать такое не стоит. Так, еще вопрос. Можно ли кушать после шести вечера? После шести часов вечера можно кушать. Есть главный критерий. Как раз вот третий принцип здорового питания – это режим питания. Вот к этому и относится. Что все-таки мы должны кушать через определенные промежутки времени. Желательно перерыв должен быть четыре часа. Так, и за два-три часа до сна. Если мы ложимся спать где-то в десять вечера, то, в принципе, легкий ужин в восемь вечера может быть. И вреда не будет. Так, у нас телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Вот сейчас только сказали, что есть абстракция. Телефон можете дать? Да, запишите, пожалуйста, 8-9-24-167-12-35. Это мой телефон. Вы пишите, пожалуйста. Пишите. И записывайтесь в школу. Да. Так, еще вопрос у нас по WhatsApp поступил. Говорят, что после 40 лет людям сложнее скинуть вес. Это так. Мне как раз 40 лет. Ну, скажем так, это исходит из того, что с возрастом как бы медополизм у нас замедляется. Но на самом деле с возрастом мы просто накапливаем кучу каких-то заболеваний. И которые, конечно, отражаются на нашем здоровье вообще, да, получается. И поэтому у кого накопленная вот эта заболеваемость есть, конечно, там очень много нюансов по снижению веса. Но если человек условно здоровый, здесь, в принципе, возраст не имеет значения. Так, еще один вопрос. Тренер в спортзале говорит мне, есть по 6 раз в день, но маленькими порциями. Правильно ли это? Ну, если человек условно здоровый, маленькими порциями 6 раз в день, ну, в принципе, можно питаться. Но, смотрите, получается перерыв 2 часа между едой, да? Главное вот этот перерыв соблюдать. Да, да. И, видимо, это нужно для того, чтобы человек набирал белковую пищу, то есть мышечную массу. То есть это человек, который массу достаточно набирает. Ясно. Все, огромное спасибо вам, Анастасия Дмитриевна, за интересную полезную беседу. Я желаю вам удачи, здоровья и всего хорошего. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok